Ну что ж, друзья, я всех приветствую. С вами Слэм в студии КСС ЛТВ. Мы находимся в Киев-Киберспорт-арене. И буквально через несколько секунд стартует первый матч команды Play to Play. Она же 12-12-12 будет драться с командой ES4X. На табло вы видите, в принципе, название команды. На табло вы можете ознакомиться с пока что ничейным результатом 0-0. У нас начинаются рестарты и команда. Пожелаем командам удачи. ES4X, друзья, это Буракуда, Краштузов, Демейдж, Деф. Две замены прямо на лане сегодня были у ребят. У них не приехали два игрока. Это, конечно же, катастрофа. Ничего с этим не поделать. Матчи для вас комментировать буду я. Слэм начинаем мы с нежраунда. Опять же, между командами. Карта до тускана. Они ее начеркали. Второй человек в черке получает преимущество. И им был Митя Хуч, который, в принципе, решил исход этого матча. Ну что, Краш минус Халит, Си, и это гейм, друзья. Датака, ES4X, защита 12-12-12. Команда из России с помесью, конечно, наверное, Украины. Вот Буракуда, не знаю, Украинец ли он или нет, но посмотрим, как он будет играть. Опять же, давно мы не видели КС 1.6, поэтому... Нет, еще не лайф. Еще раз, еще раз хотят сыграть наши команды. Ну, ладно, давайте посмотрим. Посмотрим на этот найфраунд. Первая игра, между прочим, сегодняшнего дня. Друзья, это группа с репортажем. Вы можете ознакомиться на сайте asustereopen.ru. С плеер-трансляцией вы можете найти asustereopen.ru. Также можете зайти на мою страницу vk.com.sl4mtv, сделать репост. Также подписываемся в ВКонтакте vk.com.sl4mtv. Покрышкин вас ждет 12-12-12, переходит за атаку. Ну и посмотрим, что будет делать Хуч. Вот Митя написал ник Хуч и мама. Он играл под этим ником очень-очень давно, когда Counter-Strike только брал свои токи. На этом турнире, наверное, многие поностальгируют, многие поставят старые никнеймы. Кто-то, наверное, вспомнит вообще былое. Ну, молодость, вот-вот она пошла, скажем так. Вернулись, вернулись все, и все сыграют на этом чемпионате. Ну, жалко, конечно, что нет нами, нет поляков. Но есть финны, друзья, пиастит, они же... Они же Рути. Писать мне сообщения во время матча вы можете в Твиттере по хэштегу cssltv. И там пока что есть только один привет какому-то Грассику да Дивасику от Михаила Малашина. Непонятно, непонятно. Ну и я сейчас жду боевых рестартов. Когда же они будут? Пока что здесь идет обсуждение, скорее всего, у ES4X. Им надо реально многое обсудить. Во-первых, у них там замена на лане прям была вынуждена. Митя сейчас, наверное, дает расклад своим тиммейтам. Опять же, за состав 12-12-12 выступает... Это, кстати, x-place-to-play выступает Хали, Эдик, Сайзет, Хучи и Овердрайв. Эти парни являются, на мой взгляд, одними из фаворитов этого чемпионата. Ну, в топ-3 они как минимум должны попадать. Игорь, Тауфикас, Дерене. Тафу с днем рождения, конечно же, на первом матче. Но я его поздравлю чуть попозже на сцене, на второй встрече, когда 12-12-12 будут играть с командой. Керчнет. Керчнет сейчас, кстати, уже разыгрывается. Вроде бы как первый свой матч. Зетнэйшн уже сидят, играют. Но у нас здесь бирейдер и старты, друзья. Ну что ж, погнали. Старый добрый 1.6. Посмотрим, на чем остановились. На чем остановились все. Ну, вот мне, например, дико-дико интересно. Не знаю, как вам. Ну что ж, вот я пытаюсь здесь включиться на всю карту. Да, все, бинды. Бинды работают. Ну что, давайте смотреть. 12-12-12. Быстрый выход на второй квадрат. И попытка отсидеться. Здесь ждут аркады медла. Дефенс достаточно интересный. Как видим, у защиты. Сразу обращаем внимание на центр. Потому что там два игрока находятся. Дмэйдж плюс деф. Как хорошо, что здесь рисовать ничего не надо. Потому что всем все понятно. Это радует. Ну и первый контакт есть. Вот сейчас будет поджим Дуги. И на зиге уже пытался вроде бы как открыться Халли. Пока непонятная. Там картина на самом деле. Да-да-да, все. В зиг там Халли практически зашел. Будет выпад под люльку играться от атаки с чеком Дуги. И Тузов первый, кто в принципе здесь видит. Соперник дает сейчас инфу. Барракуда пока что на хелпе. Но стяжки никакой нету. Потому что опачки, Тузов, минус эдик. Ну вот уволил на Дуге. Стяжка не пришла. Разменять не получилось. Тузов закрытая позиция. Сэйзед попытается разыграть сейчас по центру в качестве ключевого игрока. Но сразу получает в бубен очень плотно. Правда удается ему здесь вот дать ответку неплохую в демейджу. Состав ЮСВИ, кстати, на этот матч. Барракуда, Краш, Тузов, демейдж, деф. Ну мы уже его озвучивали. Ну и хуч открывает по центру. Забирает деф и играет в стяжку игроки команды 12-12-12. И это будет выход коты мид. Но, как я вижу, мид тоже стягивается к Сэйзеду. Овердрайв, Халли, Бесканалки играют. Будут пытаться сейчас внаглую открыться на кота. И давайте посмотрим, чем это закончится. Ну, прием здесь им уже оказывает достаточно такой дружный, знаете, краш. Опачки, 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 опачки. Так, извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь. Мой косяк, забыл выключить. В чат больше не зайду. Спасибо за то, что залагали меня компьютер. Так, ну что, ну и Митя тащит. В принципе, здесь сейчас один за двоих остается с Барракудой. В перестрелке 1 на 1. Пистолет продолжается. Митя пытается здесь догнать Барракуду. Но вот не успевает отдать ему ответку. Счет становится 1-0. Дядя Митя дает. Дает, показывает. 4 на 0. Минус 4 от Дмитрия Богданова. В простом тайме можно увидеть так. Ребята играют на лан-сервере. Переживать не будем. Мы только четко и стрельба сегодня будет. Тут уже вопросы пошли. Ты загадал желание? Друзья, кс с ЛТВ. Ставим твитдек. Общаемся в твиттере. Так удобней. Так удобней. Ну что ж, 20 слива предстоит разыграть сейчас из Фикс. Вообще, по прогнозам, этот матч должен в 0 выигрывать 12-12-12. В такой, знаете, относительный 0. Просто состав, опять-таки, у СФикс не тот. С которым они должны были играть изначально. Но с этим ничего не поделать. Эдик. Минус демэдж. Наказал за аркаду. Краш попытается перехватить Эдика. Но он уже решил выйти в ЗИГ. Кстати, топот он слышал на ЗИГе и на Центре тоже. Ну вот он, товарищ Эдик. Вот неубиваемый просто. Ну, сегодня также пообщался с Эдиком. Говорю ему, ну что, братан, сектор шанс на барабане. Вот столько лет. Столько лет ты играл в КС 1.6. И вот он твой шанс сейчас просто взять и заморочиться. И взорвать всем. Вынести всем мозг. Просто свои победы. Ну вот не знаю, какие цели у ребят стоят. Я знаю точно, что Киршнэйт очень плотно готовый к этому турниру. Вот селектами. Микс тренировался 5 дней подряд. У ребят тренились в Киберспорт-арене. Тут пока что, как видим, Халлин на папу просто дает минус 2. Жмут, жмут ЗИГ игроки защиты. И с ними, в принципе, атака справляется очень легко, спокойно. Никакой паники. С одной потерей в лице Хуча. Ну вот осталось только здесь Барракуду задавить. Но Барракуда сдаваться просто так не собирается. Он попробует сейчас еще выйти в пуш. Как я понимаю, его там не ждут. Да, нет, амномиты ушли, красавчики, конечно. Красавчики 12-12. Решили на дугу не таранить после серии кровожадных фрагов. Ну 3-0, первый девайсный. Посмотрим, чем ответят сейчас ESUX парням из X-Place2Play. Он же 12-12-12. Кто, кстати, не знает, проект Place2Play закрыт. Между делом, наконец-то 1-6. Пишут в Твиттере по хэштегу KSSLTV. Наконец-то, наконец-то. Ну и весь день сегодня 1-6. Следующий матч, друзья, буду комментировать со сцены. На этот плеер-трансляции не переживайте. Вам никуда уходить не надо. Будет выведен стрим с мейнстейджа. Все будет четко. Правда, рестримом, конечно. Но все должно быть более-менее на уровне. Итак, ВП берет у нас Митя. Как видим, по девайсам есть Галилу и Эдика. Но оно понятно. Ну и без ВП, как я понял, разыгрывает дефенс. Здесь вообще достаточно странно. Стоило бы попытаться здесь что-то сделать с Айвиком. Посмотрите, А укрепили на 4-х игроков. Тузов на стяжке. И вот пока что... Пока что они ждут сейчас как раз-таки выхода на А. Вообще, на самом деле, атаку засчитали, судя по позициям. Но на тайминг, как бы, атака больше работает. И они понимают, что стяжка у дефенса по-любому будет. Вот у овердрайва сейчас будет ответственный момент на центре. Но мы смотрим выход со скрипа. Здесь должен был быть размен. Но без размена удается зайти. Атаки просто серия фрагов безответных. Тузову удалось перекрыть центр. Овер в качестве поджимающего должен был разыграть. Но плент все еще не открыла. Атака сейчас попытаются разыграть. Давайте посмотрим, где там нападение. Нет, просто холд на катах. Просто холд на катах. И ждали экшена от дефенса. 4-0. Легко для 12-12-12. Вообще, без проблем. Вот для Адмития и компания пока разбираются. Я даже думаю, что этот матч будет играться... Как-то, знаете, на одной волне. И вот мне почему-то пишут, что дропят. Но ничего страшного. Сейчас будет небольшой ребут трансляции. Я ее перезагружу прямо на ходу. На запись это не повлияет. И все. Должно быть хорошо. Сервер, наверное, нужно было просто поставить. Не дефолтный. А сразу же вот Амстердамчик. И все вроде бы как здорово. Так. Один момент. Для тех, кто смотрит запись, дико-дико извиняюсь. Ну, первые блинком вам, друзья. Такое часто бывает. Ладно, продолжаем наблюдать. Эдик минусует краша. Халл разбирается с Барракудой. Ну, выход на А5 разыграли. 12-12-12. Беспардонный. Счет становится 5-0. И мы все ближе к тому... К тому самому эпичному моменту. Второй девайс на раунд от команды ESFUX. Я бы поставил, наверное, здесь на аркаду. Вот за аркадить старперов из 12-12-12 будет полезно. Хотя, знаете, сейз это не такой уж там старпер, если что. Так что вот молодой раздаст. Тем более, кстати, все готовились к этому турниру. Насколько мне известно, все команды в СНГ, которые прошли на него. Все ожидали этого момента. Сначала был переход на CSGO. Но вот потом все-таки решили оставить Asus на 1.6 в волне. Сейчас будет, кстати, минус с дуги. И забирают овердрайв. А хоть здесь не в силах разменять. Овер сидел, ждал, кстати, Тузова. Но тот сыграл на очень-очень быстрый зум. Ну, вот Тузов играл раньше за бигрип, если я не ошибаюсь. То есть, вроде бы, даже сейчас состоит как бы в составе бигрипов. Играют они в CSGO, если я не ошибаюсь. И на этом турнире выступает за овердрайва его банду. Я бы даже сказал, банда дяди Митти и Эдика. Ну, вот как давно я хотел их уже увидеть. Вот не в гол, так в 1.6 на этом турнире порадует нас. Но пока у них минус 1. И весьма щекотливая ситуация вырисовывается. У них опять зачитали выход АП. Они попытаются, конечно, здесь на стрельбе, наверное, взять. Но если вот деф с крашом нормально примут сейза, то отрезающего не будет. И дамейдж здесь центр. Но Митти открывает по дефу. И это неплохое начало. Краш разменивает. Дает минус 2. Забирает еще Эдика. Коты, в принципе, бреются на уровне. Халли минус Барракуда. Надо расправляться. Ну, вот выход с центра. Посмотрите, зачекает Халли. Три кабины просто переворачивает с медла. Вот она роль запирающего игрока с центра. И она сработала. Остается Тузов. 50 хп. У него авик. Ну, 50-61 хелс. АВП. И он не мобилен. Разыгрывать против перекрестного огня будет крайне неудобно. Но он все-таки пытается. Ну, вот сейчас, может, на характер. Не, если возьмет, конечно, да. Это проявление характера явное. Но здесь, по-моему, сейв сделать будет гораздо лучше. Play-to-play закрыт. Из-за чего? Я думал, сайт не работает, потому что они лентяи. Нет, потому что его закрыли. Прекратилось финансирование. Это вообще был стартап от 7 дней. И все хорошее когда-то заканчивается. Тем временем, вот теперь точно нет лагов, я готов сказать. Потому что 0 дропов до твича. И у нас уже 1600, друзья. Давайте, присоединяйтесь, не стесняйтесь. Здесь пока что заруба продолжается. Хуч, авик. И сразу же пытается давать прослелы, как видим. Ну, зиги жмет только Тузов. Эко у дефенса. Даже некая волевой лол. Лол, решили волю взять. Но там арморов, походу, нет у кого-то. Вот у кальта отбракуду по-любому не должно быть армора. У дефа тоже Тузов открывает. Принимает линковер на размене. С подхвата. Дуга, DMH, минус есть. Поджим Мидла удался. Все, во второй. Во второй банке просто все тусуются. Тусуется вся атака. И сейчас ее задавить, думаю, проблем не составит. Но решает почему-то принимать такое решение. Непонятное, неоправданное. Сфикс отойти. В закрытый деф отдать позиции. И вот у овердрайва сейчас будет интересный момент. Но он не разыграл против краша. Люлика контру дала. 2 в 3 преимущество за дефенсом. И атака от Мити с Халли сейчас будет очень жесткой. Халли может на стрельбе, на самом деле, плотно взять. Но мне подсказывает шестое чувство, что сейчас будет минус на центре. Вот какой-нибудь будет. Нет, нет, выходит, никого не видит. Ой-ой-ой. Как же так? Как же так? А дядя Митя, смотрите, ждет спину. Халли отдается на миде. Бомба. Бомба пока непонятно где. Но она, видимо, была на руках у Халли, если я не ошибаюсь. И Митя на центре последний. Против двух игроков. К нему в спину спокойно заскакивает. Барракуда на адаке 6-1. Ну вот с третьим баем. Да, шестой раунд это всегда бай, как говорил Карась. И я обсчитался. Но все равно на третий бай только удалось взять, отнять одну очкову. 12-12-12. Но тут также стоит учитывать, что вот у Хуча и его бригады как бы преимущество есть. Огромное, я думаю, в нападении именно этой карте. При том, что эта карта, вот ее очень хорошо знает Эдик. Знает, как играть. Тем более, ну вот такие парни просто как Митя, там, да, Эдик, Овер. Они как бы знают, как бороться с коллективами, со СНГ или различного уровня. На карте Детускана. Я думаю, здесь действительно они покажут диминацию. Ну, пока что выход Митя. Эдик минус Краш. Сейзет, закрывает Хелпус с люльки. Как видим, словил стяжку. Выход в плент и без шансов для дефа. Ну, в итоге заход спокойный в точку. Барракуда удается отрезать Мит вовремя за Хелп. Он пытается давать спам прострела в дым, но уже поздно. Вот сейчас придется в доеем как-то играть. И ошибку совершает Демейдж. Дает минус по оверу, но не запирает Митю в упоре. Один в два вновь. Повторная ситуация для игроков в защиту. И Барракуда что-то пытается сделать. Прочекать под дымом. Ну, вот не удается. Не удается, конечно. Если бы играли поагрессивнее. На самом деле читают очень хорошо. Стяжки у атаки. Выходы у атаки. Проблема просто вся в том, что слишком нетерпеливые ребята из СВИКС. Вот они в двух раундах из трех девайсных. Когда дождались, практически засчитали выход нападения. Но из-за того, что работают не под тайминг своих соперников. Решили сделать какую-то кривую стяжку. И в итоге в меньшинстве на планете приехать не смогли несколько раз. Хотя зачитывать у них получаются атаки врага. Тем более все друг друга знают. Должны понимать. Должны понимать. Сейчас будет раздача банок от Эдика на центре. Пошла первая кабина. Но Эдик, конечно, остался удовлетворен. Как я понял, одной кабиной. И дальше Аркадий не стал. Овердрайв разобрал дефо. Бракуда. Аркада Зик. И смотрим. Ну, по голове попал Эдик. Нормально. 58 оставил. Но Эдик и второй минус тоже себе сорвал. Минус третий от Эдика. Ой-ой-ой. Королик раунда 8-1. 12-12-12. Пока без шансов лидирует. Но это только первая половина. Во второй половине станет ясно и понятно все-таки, кто такие SVX. На что они способны. Также информация небольшая по трансляции, друзья. Скажу сразу, что трансляция будет идти практически весь Асус и студии. Кроме финала. Там матча за третье место, наверное, и полуфинала одного. Некоторые матчи будут на сцене. Сегодня вот вроде бы один матч на сцене. Будет Керченет против Place2Play. Завтра будет три матча на сцене по Counter-Strike 1-6. Вот завтра будет поинтереснее. День, конечно, день. На самом деле там группа бетом. Virtus.pro сегодня мы их пару матчей вроде бы как еще успеваем посмотреть. Дмэйдж минус Эдик. Тем временем запирает линк. Агрессивный дефенс на центре. Овердрайв минус краш. Я пытаюсь нажать вот на карту. И, как видим, ситуация крайне негативная. Барракуда в спине. Но хочет снова с Халли. Вот до этого у них не получилось разыграть. Сейчас будет попытка номер два. Ну, прыжка в плент-миде не планируют. Пока что закрывает мид своему тиммейту. Продолжение следует... Итак, ко мне тут просто прибежал Таф и интересуется подробностями матча, которыми будем комментировать следующие. Оказывается, у нас на сцене нет худа и худа остался только у меня. Что самое веселое. Я что, последний из магикан здесь? Только я архивы храню от 1.6. О, божечки. Еще дома у Тафа есть. А тут 8-2, друзья. Извиняюсь за то, что прекратил комментировать. Просто вошел Тафа и по трансляции вопросы были. Опять же, мы здесь все немножечко опоздали. Вот все планировалось, опять же, без опоздания. Все было идеально. Но подвели компьютеры. И некоторые игроки не пришли вовремя как бы играть в свои матчи. Мы дали время. С этим, в принципе, и задержка вот примерно на час была. Ну что, Сейзит пока что минус тузов. Размен на Зиге есть. Барракуда забрал овердрайва. И сейчас будет интересный расклад от атаки. Вот если Халли сейчас разыграет против Дефа в свою пользу. Давайте смотреть. Нет, не разыгрывает в свою пользу. Все, коты надо отдавать. Эдик попытается сыграть на размен. Но почему-то вышел прямо вот на эту царскую гранату. Которая под него залетела. Под Б-пуш. Под Б-пуш. Если куча Сейзитом не зерстит. Сейзит врывается. Зиг минус дэмэдж. Барракуда не закрыл. Минус Барракуда. Сейзит качает просто своих оппонентов. Не ощущает Дефенс Б плента. Ну и уже бегает на А по точке. Краш с дефом, конечно, сейчас немножко потерялись. Заходить, как видим, будут в мид. Люлька Сейзит уже встал в очень выгодную для себя позицию. У него в раунде Х3. И он сейчас, в принципе, слышит стяжку по люльке. Слышит стяжку с респа. Слышит какие-то звуки. Вот первый минус пошел против Краша. И минус 2. Ой-ой-ой. Сейзит. Сейзит. Минус 5. Вот это Эйс в раунде. Вот он. Вот он один из немногих игроков, которые перешли на CSGO. Но все еще в форме остались в старой версии Counter-Strike. Она же 1.6. Отличненько. Отличненько. Посмотрим, что дальше SFX будут предлагать. Пока не выходит. Пока не выходит. Ну вот, отдача 10-го раунда уже чревата последствиями. Возможно, это будет самая быстрая, наверное, группа за самый быстрый групповой матч. За весь Counter-Strike. Ну и будем надеяться, что все-таки будет какой-то камбэк от SFX. Ну не хочется все-таки видеть вот первый матч такой в одну калитку. Хочется интриги. Но интрига будет на сцене через несколько минут. Это уж точно. Там Керчи поборется. Но я вот ставлю на Керчнет на этом чемпионате и ставлю на команду 12-12-12 и ВП. Вот я хочу, чтобы эти три команды вошли в тройку призеров. Не знаю, если вот ваше мнение какое по поводу Asus. Пишите в Twitter. KSSLTV хэштег. Я жду там в твитдеке ваших месседжей, ваших прогнозов. Но Керчнет очень твердо настроен на этом чемпионате. Вот чего не сказать пока SFX. Всего лишь два раунда в первом матче. Эдик, то... Нет, не стал быстро выходить. Словил сразу флешки. Там под моменталки. Защита пыталась что-то сделать. В итоге Сейзет, посмотрите. Ну это... Это забей. Это не КС. Это Сейзет, друзья. Это просто Сейзет. Вот снова взял и весь Б-плэн забрал. Просто без шансов для демейджа с Барракуда. Эти два парня там уже, наверное, трясутся просто. Все в шоке. Все в шоке от этого. Ну вот появляется шанс у Краша. Появился шанс зайти Сейзету в спину. Но сейчас он может зайти в спину Мити и натворить делу, в принципе, на центре. Ну вот минус АВП. Но он не знает, видимо, что с респа его уже тут ждут. Как бы там Сейзет. Сейзет нашел своего соперника. Смотрите. Хотя здесь даже до Сейзета дело не дошло. Сейзет решил поделиться этим суперфрагом с овердрайвом. Счет 11-2. Давайте посмотрим на статистику, что мы имеем. Хуч 11 на 4. 10 на 9 оверуф. Ну все идут в плюс. 17 на 6. Сейзет раздает 11 на 3. Халли. Эдик 11 на 8. Вот минус 5 один раз у нас, как видим, сделал Сейзет. Сейз против Двайсного раунда соперника. Сейчас про кипека попытка Эдикам сыграть жестко на катах заканчивается. Не совсем приятно для него. Но тиммейты поддержали, разменяли. Стандартная ситуация. Минус 2 на Эко и Барракуда с Деглом. Может сейчас на планете... Ой-ой-ой. Рано открылся. Рано открылся. Пытается попадать. Ну вот пока не попал. У него залетает. Как бы и овер его тоже казни. 12-2. Ну это просто изи для 12-12-12. Самый быстрый матч, наверное, на свете, который мы сегодня посмотрим. Дальше, слава богу, Керчь. Нет 12-12-12. Сегодня, кстати, трансляция будет где-то с 5 матчей группового этапа. Так что не забываем их смотреть. Ну что, продолжаем. Продолжаем. Последний раунд первой половины. Бай от команды ESVX. И очередная, наверное, будет какая-нибудь невнятная попытка за него засыпиться. Хотя стоило бы. И у демейджа есть аркада по центру. Смотрим. Демейдж влетает. Ой, Сайзет. Опять Сайзет. Опять просто карает, манает. Но Барракуда с Тузовым сыграли нормально. В замене Зига и Дуги смогли закрыть, в принципе, основной пуш от нападения. Но оставили Эдик в живых. И вот это самое интересное. Эдик знает, где находится Барракуда. Барракуда не в курсе про Эдика. Ну... А, нет, он в курсе, что тот прошел Зиг. Пошел изучать респ. Бомба, видимо, лежит где-то здесь рядом с Эдуардом, если я не ошибаюсь. Он ее сейчас должен будет поднять. Нет, пошел все-таки в Зиг. Да, забрал бомбу в Зиге. Забрал бомбу в Зиге. И спокойненько, как видим, стягивается. Он у нас на Аплент. Будет чекать Барракудыча по центру. Ну, Барракуда стяжку уже, по-моему, зачитал. Да, он понял, что это Б-Плент. Упал дым на центре. Эдик очень так внимательно играет против такой позиции, Дефенса. При том, что он нормально Барракуду прочитал. Но Барракуда открывается 13-2. Ой-ой-ой-ой-юшки. Ой-ой-ой-юшки. Но это смена сторон. Это смена сторон. Ну и статистика сейчас будет на ваших экранах. Первая половина пройдет рестарт. И первая пистолетка, в принципе, станет решающим раундом для команды ESVX в этой встрече. Если они ее не возьмут, то, разумеется, здесь эко 14-15. Ну, там матч-поинт. И дальше гуляй. Гуляй, родная. Внимание, статистика. Матч начинается. И на первой половине очень хорошо. Вот, как я вижу, разыграл Сейзет. Реально 20 на 7. 20 на 7. Хорошая статистика. 13 на 9 сыграл Эдик. Первую половину 13 на 4 халя. Ну, 12-12-12. Все в плюсе. И никто не остался. Не удел. Ладно. Пошел выход на точку. Очень-очень быстро действуют. Ребята из ESVX стараются сразу либо показать характер, либо это какая-то глупость. Потому что пятером на мид, конечно, бежать это крайне опасно, напряженно. Но удается им сделать минус 3. 3 в 2 ситуация. Пуш на Сейзета. Ну, опять Сейзет не ощущает здесь соперника. Остается очковая кобра. Он же овердрайв. 20 лет в аркаде. Заходит в центр. Его ждут. И USP. Ну, вот USP у атаки, конечно, это тяжело. Блэнд. Опачки. Первая пачка пошла. Ну, вот вторую кабину, если Леша сейчас не перевернет, конечно... Ну, атака сможет побороться. И смотрим на демейджи. 63-76. Пуш от Леши. И Леша! Ну, вот хэдшот. Хэдшот от Алексея Бирюкова. Это деф-бомба. Ну, и взятие 14-го раунда команды 12-12-12. Бомба стояла у USPX. Будут деньги. Но это будет волевой бай. Он будет последним. Если я не ошибаюсь. Ну, вот написали... Написал у нас один из игр... Так, браку. Да это Делинха, кстати. Аслак вроде бы в армии. Аслак с армии приедет как раз-таки отыграть. Но завтра. Сегодня, кстати, пятым будет играть вроде как у финнов в Коливейс, если я не ошибаюсь. И вот в ангинг выйдут из группы Керченет. И все. У меня пропало сообщение. Просто КС закрывает его. Ладно. Здесь 14-2. Без шансов для USPX. Все понятно. Вам пока что напомню, что через несколько минут вы сможете увидеть встречу команды Place2Play. Она же 12-12-12 против коллектива Керченет. Этот стрим будет на майн-стейже. На этом плеере, ребята, будет трансляция тоже с майн-стейджа. Поэтому отсюда можете никуда не уходить. Оставаться здесь. Трансляция будет работать целый день. Ну и потом я вернусь в студию. Мы поговорим. Может быть, кого-то из игроков попытаюсь пригласить. Ну и пара свежих фотографий, наверное, сейчас из зала будет. Ну что, пуш 15-2. Без шансов для SWX, как видим. Ну не попались. Так вот. Играть до 30 или нет? Да нет. Какой до 30? 16-2 и все хорошо. Привет. По 1-6 больше не будет чемпионатов. Еще один вопрос. Вот такой в Твиттере ко мне залетает. Ну я не знаю, будут чемпионаты или нет. Но вот в Киев-Киберспорт-арене планов нет. Известно, что на следующий сезон Starlighter будет CSGO. Очень плотная аматорка Pro-серия, 7-Pro-серия. Ну, в общем, титульная лига полноценная. Так же, как и в Доте. Да и, друзья, если честно, вот сказать так. Могу вот те игроки, которые пришли на CSGO, поиграли. Они обратно уже сейчас не вернутся даже с учетом того, что будут чемпионаты. Даже если их будет хотя бы 5 стабильных за полгода. Просто потому, что нет притока новых людей в игре. И это заметно. Ну что, 16-2 финальный счет на этой карте. Друзья, поздравляем команду 12-12-12. Это Open Game в рамках Asus Final Battle of the Year. И Overdrive и компания наказали своих соперников. Далее мы с вами смотрим матч команды KerchNet. KerchNet против Place2Play. Матч будет играться на сцене. Через несколько минут я выведу вам Main Stage Stream прямо тут, в этом плеере. Поэтому никуда не уходим. Все будет четко. Ну и анонс.